Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я стала замечать, что не устраиваю своих родителей как дочь. Мне 21 год, у меня пока нет постоянной работы, я учусь в университете, нет богатого молодого человека, у меня в принципе нет сейчас отношений. Мама считает, что я неправильно строю свою жизнь, так как в 21 год не зарабатываю миллион в месяц и не имею мужа и детей. Каждый день слышу упреки в свою сторону. Если планирую чем-то заняться для себя, кружки, секции и курсы, то сама говорит, что это пустая трата времени, надо парня хорошего и богатого искать, а не ерундой заниматься. Вот что она говорит. Я живу отдельно от родителей, но мама все равно умудрается промыть мне мозг. Если не соглашаюсь с ее мнением, то она говорит, что я ее не уважаю. Прошу вас совета. Заранее спасибо. А совета в чем вы просите? То есть как бы по поводу чего? Если в себе разобраться, например, это одно. Если как-то с мамой отношения выстроить, это другое. Если там еще чего-то хотите, да, то третье. Ну, например, как вариант, если с мамой обратиться на консультацию для того, чтобы как-то лучше... лучше выстроить коммуникацию, то есть вы сами... чего хотите, чтобы большому счету, вот. Если вы хотите, чтобы мама, например, вас приняла, да, то есть, ну, чтобы она вот как-то по-другому, например, стала относиться к вам, допустим. Ну, это сильно вряд ли, потому что она вот такая и вряд ли она отменится вам об этом. В принципе, мой коллега, да, вот, Кудрячев Игорь Леонидович достаточно, ну, достаточно четко и, понятно, на мой взгляд, сказал. Ну, вот, поэтому, как бы, тут вот не очень в данном случае, по крайней мере для меня, ясно, в чем совет вы хотите. То есть, ну, совет какой, совет в чем, совет от чего. Кроме этого, нужно сказать, что психологи совет не дают, то есть мы не занимаемся тем, что даем совет, мы помогаем скорее разобраться в себе. Вот, и, в принципе, мы можем помочь вам в себе разобраться, вот, если вы этого хотите, вот, мы можем помочь вам разобраться в себе. Но для этого вам нужно, наверное, ответить на вопрос, если вы хотите хотите ли вы. Вот. Дальше. Значит, на сперва я обратил внимание. Пожалуй. В первую очередь, я бы обратил внимание, наверное, на то, что вы пишите, что мама промывает вам мозги. Вот. 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 Хочется, знаете, спросить у вас, как она это делает. Ну, в смысле, вот, как у нее получается там промывать вам мозги. Вот. Вот. То есть, вы с ней соглашаетесь. Или как? Вы как-то принимаете ее повису? Или как? То есть, что вы делаете сами? Для того, чтобы она промывала вам мозг. Потому что вы вносите в этот вклад. Совершенно очевидно. Вот. Вы вносите в этот вклад. И без вашего вклада, совершенно невозможно, совершенно невозможно. Было бы, чтобы она промывала вам мозги. Как вы говорите. Вот. То ли вы с ней соглашаетесь, а, попадая на манипуляцию, просто она говорит, что вот, ну, что вы ее не уважаете. То ли что-то еще. Вот. Так или, так или иначе, что-то есть здесь. Вот. Можно только поисследовать, что именно там и что-то, ну, вот. Пока, да, не совсем понятно, о чем идет речь. Вот. Вот. А если вы не уверены в себе, а, ну, вот, сами, в себе, в себе не уверены в чем-то. Да? То есть, как-то вот, ну, как-то вот сомневаетесь в себе, вот, боится, что мама может быть права, например. Или, там, чувствуется, что не определили, что вот в своей появится, например. Ну, в этом всем вам можно помочь. Вот. Ну, первое, конечно, на что хочется обратить внимание, это то, что как-то вот очень близко вы с мамой взаимодействуете. То есть, она, несмотря на то, что вы живете, а, как бы, отдельно, друг от друга. Несмотря на это, у нее как будто бы есть ресурсы для того, чтобы, а, ну, чтобы на вас как-то влиять, давить и так далее. Вот. А как у нее получается, очень важно увидеть. Как у нее получается, очень важно понять, да? И, наверное, в первую очередь поработать с границами между вами и вашей мамой. Именно границами. Сейчас вот этих границ, границ нет. Следующий момент. Такое впечатление, по крайней мере, у меня сложилось, что вы как будто бы, знаете, как будто бы вы ждете от нас и от мамы своей какого-то дозволения что-то сделать. То есть, вот, ну, чтобы мы вам разрешили, чтобы мы вам позволили что-то делать. Или чтобы она разрешила вам, здесь, здесь вот. Вот. То есть, нет, нет ощущения, да, что, ну, как бы, что есть, что есть, что, ну, то, что интересно вам. Вот. То есть, как будто бы нужно разрешение. Вот именно, что разрешение для выполнения, ну, для достижения той или иной цели. Вот. Потому что вы говорите какие-то крошки, какие-то курсы. Вот. А они определенные, да. То есть, вы как будто бы не определились, кто вы, чем хотите заниматься и куда хотите двигаться. Вне зависимости от того, чего хочет, там, ваша мама, например, и так далее. То есть, это как бы особо не было. Вот. Конечно, в данном случае. Вот. Вот, наверное, такой момент. То есть, если говорить прямо о совете, да, то есть, вот, ну, какой бы совет я дал, то я дал бы совет только один. Пойти на терапию, вот, пойти на психотерапию для того, чтобы разобраться в себе. Вот. Вот самый лучший совет, который вам нужно дать. Отношения с мамой, свои чувства к ней, вот, свои переживания по отношению к нее, границы. Вот. Себя найти, ну, вам нужно. Вот. И, как бы, признать те чувства, которые у вас есть, но которые вы подавляете к ней. В частности, это, вот, может, вполне, вполне, может быть, могут быть вполне такие чувства, как, например, злость, такие чувства, как, например, обида, да, какие-то ожидания, то есть, ну, вы от нее можете совершенно спокойно чего-то ожидать, но, как бы, вот, ничего не говорить. Вот. Та самая и она. То есть, обратите внимание. А у мамы нет какой-то такой, вот, ну, направленности, то есть, она просто говорит, что нужно найти, там, кого-то, кто решит все ваши проблемы. Вот. И вы либо уйдете в гиберконтроль, то есть, никому вообще не будете позволять себе помогать. Вот. 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 Что, у нее это хорошо, потому что помощь, эээ, необходима нам. Вот. Либо вы просто будете, вот, как бы, идти на поваду с вами мамой. Вот. А мамы, допрочем, судя по всему, как бы, без мужчин. Ну, потому, что вы говорите только о ней. Может быть, у вас есть отец, но, как бы, в данном случае это неизвестно. Вот. И, как и неизвестно, общаетесь вы с ним или нет. Вот. Поэтому, эээ, мне кажется, что нужно обратить внимание, ваше, вот, на эти вещи. В первую очередь. И дайте уже, что кто-то с этим делал. Вот. То есть, эээ, что не устраивает и что причиняет, эээ, бескомфорт лично вам. То, что она вам мозги промывает. Или то, что вы боитесь ее фразы, эээ, фразы, ты меня не уважаешь. Вот как-то вот давайте определимся. Да? Чего вы боитесь. Или что вас не устраивает, чего вас опасает. Если есть, если есть чувство вины, то с ним можно поработать. Вот. И потихонечку от него избавляться. Ну, и есть ощущение, вот, что как-то вот вам не очень интересна ваша жизнь. То есть, как будто бы вот все под давлением мама происходит у вас. Вот. Ну, и как у вас с папой складывались соотношения, тоже важно. Потому что восприятие мужской фигуры во многом идет от отца, да? И, как бы, ваша собственная модель поведения гендерса также вероятно нуждается в коррекции. Вот. Да? И полезно было бы всю, всю, всю как-то вот, систему, да? То есть, вы как система, окружающие люди как система, ваши родители как система. Вот представить это все в виде вот того, ну, вот, как взаимодействовать с этим. Вот. И еще мне показалось, что у вас довольно много чувств, но вы их подавляетесь. Вот. Ну, мне так показалось, я могу ошибаться. Вот. Вы стараетесь их как бы подавить, но они как бы прорываются. Вот. То есть, естественно, соответствие между моим переживанием внутренним и тем, как я это выражаю. Вот мне кажется, что у вас этого соответствия нет. Вот. Если я ошибаюсь, я буду рад, но мне кажется, что нет этого. Вот. Соответственно, это тоже намешало бы подкорректировать, да? Чтобы вот как бы вы, ну, смогли чувствовать себя свободно. И последнее. Последнее, о чем хочется сказать. Вот вы говорите, что если я с мамой не соглашаюсь, да, то она мне говорит, что я ее не уважаю. Ну что ж, чисто формально, в какой-то вселенной это может быть правдой. Ну, просто вот если мы не соглашаемся с тем, что человек считает очевидным, некоторые люди действительно могут воспринять это как неуважение. Так бывает. Мне кажется, что речь немножечко не об этом. Не о споре с мамой. Не о попытках доказывания чего-то. Речь больше о том, чтобы вы говорили про свои желания. Чтобы вы говорили про то, чего вы хотите, про то, что вам хочется. Понимаете? Какая штука. И получили обратную связь на это. Да? То есть, мама, я так поступаю не потому, что так правильно, да? Например, а потому, что я так хочу. Вот я хочу так поступить. И вам необходимо получить обратную связь на это. Чтобы вы увидели свою маму. Вот. Представьте. Нужно немножко отходить от борьбы с мамой. И увидеть, что вы уже взрослая, что бороться вам не нужно. А вы как будто ребенок, да? Пытаетесь с мамой выбросить разрешение у нас тут. Вот. Ну и понятно, что вот кто-то не уважает меня. Как будто бы здесь вот чувство вины иметь место быть. Но повторюсь, это вопрос уже для дальнейшей работы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. 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 Батな块. Продолжение следует...